Всем доброе утро! Людей, которые просыпаются рано, называют жаворонками, а тех, кто любит поспать, — совами. Это известный факт. А знали ли вы, что есть еще и голуби? Промежуточный вариант. Представители этого хронотипа без особого труда привыкают к поздним отбоям и ранним подъемам. Легко приспосабливаются к обстоятельствам и временным ограничениям. Сегодня 14-й день апреля. В студии я, Юлия Левштанова. Наша команда «Народного утра» точно жаворонки. Нам нравится просыпаться рано, чтобы делать ваше начало дня позитивнее. Ну что, поехали? Представительницы прекрасного пола озвучили самый бесполезный подарок. Догадаетесь, что это? Правильно, цветы. При этом россиянки уточняют, что любят получать букеты. Но это не мешает им считать такую покупку бесполезной тратой денег. Ох уж эта переменчивая женская натура. Кстати, в немилость также попали сковородки, кастрюли, косметика и сладости. Что тогда дарить, спросите вы. Единственный вариант перед каждым праздником – спрашивать о предпочтениях. Наша следующая рубрика расскажет о памятном событии сегодняшнего дня и, возможно, добавит поводов для таких приятных разговоров. Новогодние праздники в нашей стране любят и отмечают с удовольствием. Все потому, что мы верим в новогоднее чудо. В череду любимых торжеств предлагаем записать и сегодняшнее – Бенгальский Новый год. Это праздник, символизирующий начало Нового года на территории Бангладеш, Западной Бенгалии и в национальных бенгальских общинах отмечают сегодня 14 апреля. Праздник не имеет конфессиональной принадлежности, его отмечают буддисты, индуисты, христиане, мусульмане. В Бангладеш день наступления Нового года исчисляются по древнеиндийскому солнечному календарю, распространенному на территории всей Юго-Восточной Индии. Поэтому во многих регионах Индии и Юго-Восточной Азии в это же время проходят похожие праздники и фестивали. Бенгальский Новый год не является традиционным индуистским праздником и был введен моголами. Причиной для создания бенгальского календаря стали проблемы при сборе подати – налогов. Великие моголы, чья власть в то время распространялась на территории Юго-Восточной Индии, использовали лунный календарь, принятый во всем исламском мире. Однако время уплаты налогов по календарю не совпадало с периодом сбора урожая в Бенгалии, что было неудобно для жителей региона. Император Акбар поручил своему астроному создать новый календарь, который бы решал это противоречие. Бенгальский календарь был введен 11 марта 1584 года и ведет свой отчет с 1556 года, так как именно в этот год император Акбар взошел на престол. Новый год по новому календарю начали отмечать еще при жизни императора Акбара. Связь этой даты с необходимостью уплаты налогов закрепилась в традициях бенгальской культуры. К наступлению Нового года бенгальцы старались раздать долги, торговцы заводили новую бухгалтерскую книгу, заключали новые контракты. Этот обычай соблюдается многими и по сей день. В Новый год бенгальцы устраивали ярмарки, а среди богатых граждан было принято угощать своих рабочих сладостями. Среди бенгальцев к Новому году принято тщательно вымывать жилища, встречать праздник в красивой новой одежде. В Новый год бенгальцы любят ходить в гости, принято посещать родственников, друзей и соседей. К приему гостей в этот день в Бенгалии готовятся особо тщательно, накрывая стол изысканными блюдами. Зародившийся как фестиваль, празднуемый в деревнях, бенгальский Новый год основательно укрепился в традициях северо-востока Индии. Сегодня самые масштабные празднества проводятся в Калькутте и Дакку. В Калькутте женщины надевают белое сари, украшенное красными каемками, а мужчины – дхоки и курты. В этот день люди с самого утра встречают Новый год. Празднуют Бенгальский Новый год и за пределами Индии в крупных бенгальских общинах. Например, в Австралии это Сидней, Мельбурн и Камберра. А бенгальская новогодняя ярмарка в Лондоне считается главным азиатским фестивалем в Европе. Астрологи считают, что внешность зависит не только от генетики, но и от знака зодиака. Например, близнецы, как правило, имеют утонченные черты лица. Особенность стрельцов – их высокий рост. Скорпионы часто обладают пронзительным взглядом, а раки могут похвастаться от природы густыми и роскошными волосами. А чтобы разглядеть приятные особенности сегодняшнего дня, послушаем астрологический прогноз. Не пропустите. Прямо сейчас в эфире «Народного утра». Овны. Гороскоп предсказывает нелёгкий в деловом плане день. Решений некоторых вопросов придётся перенести, времени на всё не хватает. Но если адаптироваться к возникающим ситуациям, то можно получить неплохой результат в рабочей сфере. Тельцы. Творческим людям повезёт. Вокруг появятся те, кто протянет руку помощи и наполнит вдохновением. Главное – сами включайте фантазию, чтобы не ждать у моря погоды. Возможно, конфликты с близкими родственниками. Близнецы. Вокруг вас будут постоянно крутиться люди, от которых ничего приятного ждать не следует. Наоборот, какие-то подковырки, критика и обидные словечки. В сложных ситуациях обращайтесь к друзьям. Не выручат без лишних разговоров. Раки. Вас могут провоцировать даже те, с кем вы всегда искренне и деликатны. Но повод вы дали сами. Если ситуация в финансовой сфере вынуждает слегка рискнуть, то так и поступайте. Главное – не снижайте планку и поступайте так, как подсказывает интуиция. Львы. В этот день удастся исправить не только новые, но и давние ошибки. Вы такой упорный, что дух захватывает. Отличный повод для того, чтобы с кем-нибудь познакомиться. Если встретите симпатичного вам человека, отношения будут весьма интересными и крепкими. Девы. День сюрпризов и приятных встреч. Ничего не будет угрожать эмоциональному состоянию, если сами не начнете драматизировать ситуации. Одинокие люди имеют все шансы завязать судьбоносное знакомство. Человек окажется не только симпатичным, но и духовно ярким. Отважный глухарь живет в природном парке Ергаки в Красноярском крае. Он решил, что никто, кроме него, и начал защищать свою территорию от туристов. На этих кадрах видно, как птица преследует одного из гостей парка. Пернатый ловко перепрыгивает препятствия в виде снегохода и ругается на своем языке. Туристы с пониманием относятся к таким выходкам. Снимают забавное видео и выкладывают эти ролики в соцсети. Некоторые посетители специально дразнят птицу. А зря. Крылатый настроен решительно. В пору хоть табличку вешай. Осторожно, злой глухарь. Перейдем к другим новостям. Посмотрим, что интересного случилось в стране к этой минуте. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прояснил вопрос увеличения выходных дней на майских праздниках. Его цитирует РИО Новости в понедельник, 12 апреля. В Кремле не подтверждают, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, сказал он. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, добавил пресс-секретарь российского лидера. В то же время Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая. Штабы и правительства принимают соответствующие решения. Ранее сообщалось, что на майские праздники россияне массово решили отправиться по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург. На майские праздники в этом году россияне будут отдыхать два раза по три дня – с 1 по 3 число и с 8 по 10. Россия выступает за постепенный отказ доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью Иранскому агентству. Как отметил министр, за счет таких шагов необходимо снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса. Он напомнил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами. В Роспотребнадзоре оценили возможность использования российских вакцин от коронавируса для детей. Об этом в беседе с изданием «Известий» рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, все три отечественные вакцины будут применяться в педиатрии. При этом специалист подчеркнул, что детская доза будет отличаться от взрослой. Горелов также заявил, что для сохранения объективности правительству необходимо утвердить универсальные методические или клинические рекомендации по вакцинам, подходящие детям. Он добавил, что окончательное решение по выбору препарата для вакцинации несовершеннолетнего должен принимать его врач с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Астрология делает будущее более понятным и предсказуемым. Развеем неизвестность предстоящей среды и послушаем продолжение гороскопа для оставшихся знаков зодиака. Весы. Гороскоп рекомендует быть внимательнее к своей жизни. В ней есть немало пробелов и проблем. Постарайтесь отличить черное от белого. Не отметайте помощь людей, с которыми давно дружите или работаете. Они не случайно окажутся рядом. Скорпионы. Повышенная тяга к благородным поступкам у вас очевидна. Вы даже пожертвуете собственными желаниями и интересами, чтобы окружить вниманием и добротой других людей. Возможно, неожиданная и крупная прибыль. Стрельцы. Яркий, занимательный и поистине грандиозный день ожидает вас сегодня. Вы даже не будете обращать внимание на мелкие замечания и критику извне. Радостные эмоции переполняют. Зачем конфликтовать и кого-то в чем-то переубеждать? Козероги. Сегодня будет трудно удержать себя в равновесии. Резкая смена настроения и бурные эмоции зашкаливают. Но если не прекратите себя штормить подозрениями и сомнениями, то на плаву не удержитесь. Вечером предстоит заниматься ремонтом и бытовыми вопросами. Водолеи. Вы легко и без препятствий справитесь со сложными задачами. Вы словно математик с опытом. Решите финансовые проблемы на зависть всем. Не исключена помощь от человека, на которого вы не рассчитывали. В амурных делах гармония и спокойствие. Рыбы. Придется распрощаться с личными желаниями, чтобы выполнить максимальное количество заданий. День непростой, но очень содержательный в плане работы. Обязательно включите здравомыслие, не гоните на всех парусах. Это же касается и отношений. С наступлением первых теплых дней тоже хочется меняться. Взбодриться, чувствовать себя по-новому, напитаться яркими эмоциями, выглядеть свежее, моложе, красивее. Не устаем повторять, помочь в этом могут даже незначительные изменения в гардеробе. Не переключайтесь, мы всегда готовы поделиться с вами проверенными модными советами. Стиль — это не просто одежда и внешний вид — это способ общения с окружающим миром. И хотя сейчас мода постепенно отходит от строгих табу и клишированных сочетаний, самые нерушимые правила стильного этикета все же стоит соблюдать. Даже если вам кажется, что в моде не может быть никаких запретов, этикет часто диктует нам свои законы. Поговорим о самых распространенных ошибках стиля, о которых стоит помнить всегда и ни в коем случае не совершать. Ошибка номер один — поправлять макияж в заведении. Это скорее требование этикета, но я не могу об этом не сказать. Почему дамская комната называется именно так? Очень просто — это место, где дамы приводят себя в порядок. Верх невежества краситься и причёсываться в общественных заведениях, в том числе в офисе. Делайте это в специальных местах. Ошибка номер два — носить резинку для волос на руке. Резинка — это не браслет, поэтому не нужно носить её на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдётся место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом часто пренебрегают, а зря. К тому же, под резинкой копится инфекция, что может привести к печальным последствиям. Ошибка номер три — очки на волосах. Запомните, носить очки на голове считается дурным тоном. Во-первых, когда вы носите их как ободок, растягивайте дужки, что приводит к их быстрому износу. Во-вторых, это очередной показатель вашей лени. Не ленитесь, спрячьте очки в чехол. Главное правило индивидуального стиля — подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Например, зона подмышек часто не зависит от веса или возраста. Она либо аккуратная, либо нет. Стилисты рекомендуют эту зону прикрывать широкими лямками, топов, рукавами, блуз и так далее. Обратите внимание, правильно ли подобрано бельё. Возможно, оно слишком сдавливает эту зону. Во многих организациях колготки — неотъемлемая часть нерушимого дресс-кода, независимо от сезона и модных трендов. И часто они становятся воплощением антистиля. Телесные колготки тёмного оттенка создают эффект загорелых ног, но руки, шея и лицо остаются светлыми, что сразу бросается в глаза. Хуже телесных колготок могут быть только телесные колготки с узорами и принтами. На расстоянии такие рисунки выглядят как синяки или изъяны кожи. Подбирайте телесные колготки в тон кожи и без блеска, чтобы ваш образ выглядел гармонично. Ошибка непростительная для любой из нас — неухоженная одежда. У каждого человека есть собственный базовый гардероб. Он состоит из вещей, которые вы любите и носите каждый день. Но во всём нужно знать меру. Если одежда изнашивается, деформируется, появляются катышки, дырки и пятна, это верный знак того, что от неё пора избавиться. Неуместно использовать яркий аромат в первой половине дня. Пожалуй, каждый из нас ощущал утром в лифте или в офисе яркий шлейф своей соседки. Всему виной наш организм. По утрам, как правило, обоняние более чувствительно, поэтому даже прекрасный аромат может вызывать отвращение. К счастью, современный мир подарил нам множество гелей для душа, спреев и кондиционеров, которые позволяют поддерживать лёгкий аромат, благухание цветов и фруктов. А насыщенный парфюм приберегите для второй половины дня. И ещё одна обидная ошибка – неуместный макияж. Можно знать множество техник макияжа, любить краситься, но выглядеть нелепо в определённой обстановке. Яркий макияж выглядит неподобающе в офисе и тянет за собой множество стереотипов. Впрочем, как и отсутствие макияжа, например, на вечеринке. И самое важное правило – угнаться за модой крайне сложно, и, если честно, это совсем не стоит затраченных усилий. Быть собой, подчёркивать свою индивидуальность и красоту – вот наука, которой стоит поучиться. Носите то, в чём вам удобно. Главное – ощущайте себя комфортно в вашем образе. Современная мода даёт прекрасные возможности выразить себя, подчеркнуть свою индивидуальность. Остаётся только этим воспользоваться. Последние исследования показали, что жители России стали больше читать. По словам специалистов, свою лепту сюда внесла и пандемия, добавив в жизнь людей больше свободного времени. Как показала статистика, чаще всех книги в руки берут пенсионеры и те, кто почти не пользуется интернетом. Россиянам также задавали вопрос, какие жанры они выбирают. 30% отдали предпочтение историческим романам и биографиям. На втором месте – детская литература. Замыкают список ужаса и психология. Наш главный книголюб Сергей Чернавин всегда готов рассказать вам о самых горячих новинках. Смотрим! Иногда нужно проехать через всю страну, чтобы разобраться в своих чувствах. Я с детства люблю вокзалы и поезда, поэтому никак не могу пройти мимо этой книги «Место встреч и расставаний». Сборника из десяти разных историй, отправной точкой каждой из которых стал центральный вокзал города Нью-Йорка. А временем действия – один и тот же день после окончания Второй мировой войны. Лейтмотив всех рассказов схож. Настало время перемен. Вчерашние солдаты возвращаются и уже не к тем родным, от которых уезжали. Война изменила всех и каждого. Дети, наконец, ознакомятся с отцами. Женам предстоит узнать своих мужей в мирной обстановке, а мужчинам адаптироваться к этому новому миру. Большое внимание здесь уделяется именно женщинам, их судьбам и их жизням. Один единственный день 1945 года, когда война уже закончена, но далеко не забыта и все под вопросом. Ведь авторы сборника – сами женщины. Рассказы здесь очень разные, но если сложить их вместе, получится единый узор из военных лет, изменений в домах, семьях и в стране в целом. Рожденных, конечно, Второй мировой. Как всегда бывает со сборниками, что-то нравится больше, что-то меньше. Я бы хотел выделить три рассказа про скрипача и о том, что музыка объединяет, об ошибках юности и вторых шансах, и о медсестре, стоящей перед решающим жизнью. Вас ждут истории потерь и воссоединений, любви и предательств, и все-таки в каждой есть надежда и вера в лучшие. В некоторых рассказах герои обретают новую жизнь и новый шанс после кошмарных потерь. В других герои борются с ужасными последствиями войны и стараются верить в лучшее будущее. В целом же идея сборника отличная. Каждый автор смогла достоверно передать нужную атмосферу, при этом оставаться оригинальной, и я считаю, что все они справились с поставленной задачей. Всегда будет мужчина, который тебя ждет. Но нельзя ставить жизненно важные решения в зависимость от каждого мужчины, который тебя ждет. Ты должна делать то, чего хочет твое сердце. Эти слова одной из героинь могут служить эпиграфом ко всей книге «Место встреч и расставаний». Она положила свои узловатые руки Саре на лицо и сказала, что видит троих детей и долгую, но нелегкую жизнь. Что это значит, сердито спросила Сара, и мадам Агнес объяснила, что судьба – это глина, и ее форму можно изменить в любой момент. Но изменить можно только свое будущее, а не чье-то. Через много лет Сара забыла не только предсказания, но и весь эпизод с поездкой в Неваду. Она затеяла тяжбу с судьбой. Подобные истории стараются обходить стороной. Трагичность и мучительность чтения состоит не только в том, что рассказ идет об умирающей девочке. Человек смертен сам по себе, без всяких болезней и катастроф. Аномальное, кажется, поведение матери, готовой жертвовать не только собой, но и другими детьми, семейным счастьем, ради спасения той, которую нельзя спасти. Иногда, чтобы победить, нужно уметь отступить, прекратить борьбу. Смирение – то качество, которое не хватает многим. Наверное, стремление бороться заложено генетически, иначе человечеству не выжить. Но есть еще и разум. Почему Сара Фиджеральд не замечает, что, пытаясь спасти обреченную дочь, она теряет других детей? Лишиться всего, но не прекратить борьбу – в этом ее цель. Всем героям этой книги слишком тяжело, чтобы можно было судить их. В своем романе «Ангел для сестры» Джоди Пикколд рассказывает эту сложную историю устами самых разных персонажей. Они сменяют друг друга, чтобы дополнить картину и одновременно поделиться своим прошлым. Чаще других мы слышим голоса семейства Фиджеральд, голоса семьи, в которой давно не говорят правду. Но с каждой новой головой медленно и болезненно правда начинает сама себя обнаруживать. Представляете, кошки спят около 16 часов в день, то есть практически 70% всей своей жизни. Такая сонливость объясняется генетикой. Наш конкурс «Мой ласковый и нежный зверь» всегда готов делиться интересными фактами о домашних животных и показывать ваших питомцев в эфире «Народного утра». Сегодня к нам в гости заглянула прелестная Маруся. Ей полтора года. Ее хозяйки, сестры Ирина и Марина Суконкины, говорят, что когда их любимца у них появилась, она была полностью белая. Но со временем на ее шерсти начали появляться темные пятнышки. Маруся очень активная и чуткая кошка. Например, она чувствует, когда у человека повышается давление и пытается ему об этом сообщить своими прикосновениями. А еще эта миниатюрная озорница любит покушать и любит притворяться голодной. Поэтому иногда получает еду от каждого члена семьи. А это целых 4 порции за раз. Вы тоже отправляете фото или видео ваших домашних животных и интересные факты о них по адресу, который сейчас указан на экране. Или в группы НТМ в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. Лучшего определяем раз в неделю. Победителю полагается два билета в кинотеатр Мадагаскар. Наша передача подошла к концу. Пусть это прекрасное утро перетечет в не менее удачный день. Замечательных вам новостей и отличного настроения. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова